Девушки отдыхают 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 Но я все-таки попытался ее утешить. Мне было очень трудно подобрать слова. Она попросила меня помолиться вместе с ней. Это был очень драматичный момент. Она рухнула на колени, прося о том, чтобы ей послужили, чтобы ее утешили. Она была так благодарна, что я смог связаться с ее зятем, и тот заверил, что с ее сестрой все в порядке. Пастор Джо, я полагаю, это событие вы упомянете в своей воскресной проповеди. Что вы скажете своей церкви о том, что вы вынесли из произошедшего? Это очень хороший вопрос. Я им скажу, что зло действительно существует в мире, но что Бог благ, и что Он не причиняет зла. Бог всегда может обратиться к людям и утешить их. Бог по-прежнему любит людей, и в Иисусе Христе есть надежда. Главное, что я вынес для себя, это то, что, хоть я очень мечтал принять участие в этом марафоне, в тот момент моя мечта отошла на второй план, уступив место людям. Мое сердце и все мои мысли были в первую очередь обращены к пострадавшим. Несомненно, Бог привел вас туда в самое нужное время. Может ли из этого выйти что-либо хорошее? Я хочу сказать, люди потеряли ноги, другие лишились жизни, утратили близких. Может ли из этого выйти что-нибудь хорошее? Я думаю, может выйти много хорошего. Бог уже являет много хорошего в этом. Любовь к людям, забота о людях, определение приоритетов. По сути, Бог возвращает нам желание протянуть руку помощи погибающим и тем, кто страдает, а также пересмотреть весь ход нашей жизни таким образом, чтобы мы правильно исчисляли свои дни и помнили, что мы нужны здесь именно в это время. Удивительные слова. Это пастор Джо Брисеню из христианской церкви Мэйсон-Сити в Мэйсон-Сити, штат Иллинойс. Все интервью с ним вы можете увидеть на нашем сайте мировых христианских новостей. Что ж, как стало известно, подозреваемые в этом теракте прибыли в США из региона на юге России, известным исламским радикализмом. Сейчас к нам присоединяется наш международный корреспондент Гэри Лэйн, чтобы рассказать нам больше. Гэри, что мы знаем о регионе, откуда родом подозреваемые? Это северокавказский регион, расположенный на юге России. Это исламский регион, в котором россияне, по крайней мере, вот уже два десятилетия борются за установление контроля, потому что около 90% населения Чечни и Дагестана – мусульмане-сунниты. Они хотят обрести независимость от России, и потому устраивают восстание. Эти молодые люди жили в Соединенных Штатах, если не ошибаюсь, вот уже более 10 лет. Они учились в наших университетах, у них были новые автомобили, и казалось, им нравился американский образ жизни, но тем не менее они являлись участниками всемирного джихада против Америки. Необходимо помнить, что они чеченцы по национальности. Возможно, из-за своей верности по отношению к Чечне они стали радикальными боевиками. Один из них на какое-то время покидал нашу страну. Кто знает, где он был? Нам это неизвестно. Пока что много вопросов остается без ответов, но мы знаем, что в Чечне базируются террористы. Там расположены тренировочные лагеря террористов, и чеченцы принимали участие в джихаде в таких местах, как Афганистан, Ирак, а также в других странах мира. Что ж, Гарри Лейн, большое спасибо за комментарии, мы очень их ценим. А теперь обратимся к неспокойной ситуации на корейском полуострове. Северная Корея вновь выступила с угрозами против Южной, а также США. Американские и южнокорейские силы остаются в состоянии повышенной боевой готовности. Во всех этих разговорах о войне нет ничего удивительного для одного северокорейского перебежчика. Джордж Томас сообщает из Сеула, Южная Корея. По словам господина Бэя, распространенные СМИ угрозы Северной Кореи напасть на Америку и Южную Корею ему очень хорошо знакомы. С раннего детства, еще когда я был дошкольником, мне внушали, что мой враг номер один – Соединенные Штаты. Си Би Эн принимает меры предосторожности, чтобы скрыть личность господина Бэя. Он родился в Северной Корее. Мы жили в постоянном состоянии войны. Два-три раза в год правительство объявляло, что собирается напасть на наших врагов. Бэй является одним из немногих известных северокорейских христиан третьего поколения, бежавших в Южную Корею. Его жизнь, тайного верующего, в закрытой коммунистической стране, подробно описана в книге «Вот родословие». Ваша жизнь подвергается опасности с той самой минуты, когда вы решили принять Иисуса Христа своим спасителем. Такую цену вы платите за то, что стали членом подпольной церкви. И эту цену он и его семья заплатили сполна. Без предъявления обвинений Бэй больше года находился под арестом по подозрению в христианской деятельности. Вся моя семья, включая детей и родителей, всегда благовествовала. Конечно, мы делали это втайне, соблюдая осторожность, но все равно мы вызвали подозрения у властей. В итоге Бэй был выпущен из тюрьмы без предъявления обвинения. Он называет это чудом, но другим так не повезло. Несколько членов его семьи, в том числе мать и братья, находятся в северокорейском концлагере за свою евангелизационную деятельность. Их отправили в концентрационный лагерь, потому что власти нашли у них дома Библию и несколько евангелизационных брошюр. В северокорейских лагерях для политзаключенных содержится около 200 тысяч человек. По некоторым оценкам, 30 тысяч из них — христиане. Теперь Бэй работает ради того, чтобы приобрести свою страну для Христа. Он консультирует Эрика Фоли, американца, живущего в Сеуле, и помогает в обучении перебежчиков, чтобы те более эффективно делились Евангелием. 80% северокорейских перебежчиков находятся в постоянном контакте с родственниками, оставшимися в Северной Корее. Это означает, что линия фронта северокорейского служения не на границе с Китаем, а прямо здесь, в Сеуле. В неприметном здании недалеко от центра Сеула Фоли регулярно проводит евангелизационные уроки для северокорейцев, сбежавших в Южную Корею. Он считает, что эти мужчины и женщины смогут помочь донести благую весть до северокорейцев по всему миру. Северная Корея поддерживает крупные контакты с Россией, Монголией и Китаем, куда работники направляются в заграничные командировки сроком от года до 10 лет. Таким образом, северокорейские перебежчики могут достучаться до членов своих семей, не только возвращаясь в Северную Корею, но даже бывая в Китае, России, Монголии, Юго-Восточной Азии. По словам Бэя и Фоли, лучший способ молиться о Северной Корее в эти нелегкие времена, вспоминая о подпольных верующих, которые тихо действуют в тени. Они так верны Иисусу, что много страдают за Него. Молитесь, пожалуйста, о том, чтобы Бог придал им еще больше сил и дерзновения. Самое потрясающее то, что эта работа неизменна. Даже в прошлом месяце, когда Ким Чен Ун стал, так сказать, махать шашкой, северокорейская церковь по-прежнему сосредоточена и верно распространяла Евангелие. Джордж Томас, Новости Сибиэн, Сеул, Южная Корея. Спасибо, Джордж. В Египте тысячи сторонников-братьев-мусульман собрались в Каире, требуя от президента Мухаммеда Мурси так называемого очищения судебной системы. Судьи заявляют, что Мурси старается лишить их независимости и власти. Его же сторонники утверждают, что президент лишь пытается покончить с коррупцией в судах. Между тем, в Вашингтоне американские копты собрались перед Белым Домом, требуя справедливости для египетских христиан. Нам нужна справедливость. Обама, Обама, где ты? По мнению протестующих, США должны оказывать больше давления на правительство Египта ради защиты христианского меньшинства от нападений. Они считают, что христиане во всем мире должны молиться и стоять с ними. Мы не хотим, чтобы в Египте происходило то же, что и в других странах Ближнего Востока. Мы должны объединиться и добиться того, чтобы коптские христиане смогли остаться в Египте. Они являются коренным населением Египта и имеют право оставаться там. За последние два года Египет покинули десятки тысяч христиан-коптов. В Эквадоре суд лишил всех политических прав бывшего кандидата в президенты за то, что тут публично сказал, что гомосексуалисты могут измениться. Теперь этот политик-евангельский христианин может быть отправлен в тюрьму за преступление на почве ненависти. С подробностями Джон Уаги. Через месяц после президентских выборов в Эквадоре суд по делам, связанным с выборами, решил экс-кандидата Нельсона завалу всех политических прав. Этот пастор Евангелической церкви, который на выборах в феврале представлял ральдосистскую партию, не сможет избирать и служить в каком-либо государственном учреждении в течение всего года. Кроме этого, суд оштрафовал завалу на более чем 3000 долларов за его комментарии о гомосексуалистах. Это историческое дело должно заставить эквадорцев задуматься о публичных выступлениях фундаменталистского и реакционного характера. По версии обвинения, завалу выступил против сообщества геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров, транссексуалов и трансвеститов. Вот что он сказал в телевизионном интервью. Когда правительство не в состоянии решить проблему гомосексуализма, оно просто легализует его. Что ж, я это понимаю. Но мы, христиане, чья история насчитывает 112 лет в Эквадоре и 2000 лет на Земле, неоднократно показывали, что гомосексуализм можно изменить. Сегодня в наших церквях есть пасторы, которые раньше были гомосексуалистами. Приговор к кандидату вызвал торжества в гомосексуальном сообществе. Кроме того, заваля грозит возможное решение свободы сроком до трех лет за совершение преступления на почве ненависти. Меньшинством предоставляется полная защита, но сами они, как мы видим, не очень-то справедливо относятся к нам, представителям церкви в нашей стране. Завала планирует обжаловать приговор. Джон Уаги, новости Сибиэн. Спасибо, Джон. На этой неделе прошли похороны Маргарет Тэтчер, и многие вспоминают не только о политическом наследии Железной Леди, но и о христианских принципах, по которым она жила. Наш корреспондент Великобритании Питер Вудинг поговорил с некоторыми христианскими лидерами, которые лично знали премьер-министра. Хотя Маргарет Тэтчер в основном будут помнить за политическое наследие, которое она оставила, будучи премьер-министром в течение 11 лет, многие лидеры выделяют христианские ценности, которые она отстаивала как верующие. Баронесса Тэтчер, выросшая в методистской церкви, умерла от инсульта в возрасте 87 лет. По словам лорда Кэрри, который был архиепископом кентерберийским, христианская вера Маргарет Тэтчер лежала в основе всего, за что она выступала как лидер, что проявилось и в ее знаменитой речи, когда она процитировала Франциска Асисского. Она была искренней христианкой. В том известном заявлении, когда она процитировала Франциска Асисского, она, по сути, сказала, «Вот ценности, которых я хочу придерживаться в своей жизни». Баронесса Кэролайн Кокс, ныне известный правозащитник, выступающий от имени Ганимой церкви, вспоминает, как Маргарет Тэтчер вызвала ее на Даунинг-стрит 10 и сообщила, что ее рекомендовали стать пэром в Палате Лордов. «Я была рада, что сижу, ведь я бы точно упала от изумления, если бы не сидела. Но особое впечатление на меня произвели ее слова, «Вы всегда вольны говорить и голосовать по совести». Баронесса Кокс также считает, что Маргарет Тэтчер руководствовалась своими христианскими принципами, особенно когда она выступала за то, чтобы христианство преподавали в школах. Думаю, она очень ясно показывала христианские ценности. В 80-х годах я принимала активное участие в компании за то, чтобы у нас вновь стали преподавать наше христианское наследие, чтобы возродить религиозное образование в наших школах. Маргарет Тэтчер лично меня в этом поддерживала. Харви Томас 15 лет руководил в Великобритании миссиями Билли Грэма, а затем с 1978 по 1991 год работал у Маргарет Тэтчер пресс-секретарем и директором по связям с общественностью. Думаю, из того, что она мне говорила в течение 13,5, почти 14 лет, мне больше всего запомнились ее слова. Нет, мы должны поступить именно так, потому что это правильно. Была ли она права или нет, судит люди. Моя история всех рассудит. Но ею двигала убежденность в том, что она поступает правильно. В основе этого была ее христианская вера. Сильная вера в Бога и приверженность к христианским ценностям вдохновляли политику Железной Леди. Лорд Кэрри полагает, что ее верность этим общепринятым истинам оказала неизгладимое влияние на Великобританию и привела к окончанию Холодной войны. По его словам, хоть ему и грустно в связи с кончиной Тэтчер, он уверен, что теперь ей гораздо лучшее на небесах. Я испытываю чувство грусти, потому что она была великим лидером. Но мы, как христиане, верим, что когда умираем, мы уже с Господом. Мы уверены, что именно там она сейчас и находится. В то время как страна провожает Маргарет Тэтчер в последний путь, многие вспоминают то, что в отличие от своих последователей, она отказывалась подстраиваться и идти на компромисс со своими убеждениями, которые и помогли ей сделать Великобританию великой. Питер Вудинг, Новости Сибен, Лондон, Англия. Эта программа подготовлена к показу партнёрам Сибен в странах бывшего Советского Союза Ассоциацией Милосердия Эммануил. Более 20 лет мы несем благую весть через средства массовой информации. Оказываем бесплатную медицинскую помощь и служим детям-сиротам. Приглашаем вас поддержать это служение и стать нашим партнёром. Позвоните нам по телефону, который вы видите на экране, и сообщите о своём решении. Давайте вместе изменим мир! Вы смотрите мировые христианские новости. Многим людям кажется, что их жизнь уже прошла, а они так и не успели осуществить свою мечту. Но звезда профессионального футбола Курт Уорнер считает, что сделать это никогда не поздно. Он стал ведущим нового американского реалити-шоу под названием «Момент». В нём людям предоставляется второй шанс в осуществлении мечты. Курт Уорнер приглашает девять претендентов в приключения всей их жизни. Его смысл заключается в том, чтобы каждому участнику шоу предоставить второй шанс в исполнении своей самой заветной мечты. Мечты столь же разнообразны, как и сами люди. От профессионального спортивного фотографа и дирижёра симфонического оркестра до гонщика. Девять человек подвергнутся испытаниям, чтобы проверить, хватит ли им желаний и способностей осуществить свою мечту. Курт Уорнер знает всё о втором шансе. Он сам известен тем, что всего за несколько лет перешёл от работы в продуктовом магазине в штате Айова к ведущей роли в победе Сент-Луис Рэмс в Супербоу. В середине 90-х Курт отправился в тренировочный лагерь Green Bay Packers с уверенностью, что стартовала его карьера в НФЛ. Но всего через пять недель его отпустили. Он пробовал силы в других командах и даже в других лигах. Практически везде мне говорили, вы нас не интересуете. Я не хотел отказываться от своей мечты, но знал, что должен иметь работу, чтобы платить по счетам. Поэтому я устроился в продуктовый магазин, где раскладывал товар на полках. Я работал в ночную смену. Спал пару часов в сутки и продолжал тренироваться, стремясь к исполнению своей мечты. Кроме того, у моей будущей жены Брэнда уже было двое детей. И я присматривал за ними, пока она училась в школе медсестер. Зарабатывав в продуктовом магазине всего пять с половиной долларов в час, Уорнер получил возможность играть в футбольной лиге арена в Айове. Там я играл в течение трех лет, при этом все время пытаясь найти тот или иной способ вернуться в НФЛ. Такова была моя мечта. Однако все вокруг меня отвердили, в какой-то момент тебе придется от нее отказаться. Рано или поздно ты должен понять, что этого не произойдет. 27-летним новичкам не предоставляют возможности играть в НФЛ. Такого просто не бывает, особенно на позиции защитника. Но, очевидно, тренер Сент-Луис Рэмс Дик Вермелл так не считал и дал Курту второй шанс исполнить свою мечту – играть в НФЛ. Он сказал, что заметил он мне что-то необычное и решил предоставить мне шанс. Итак, вот я, 27-летний новичок в Национальной футбольной лиге, и, как говорится, остальное вы знаете. Впоследствии Уорнера был признан одним из лучших незадрафтованных игроков всех времен. Его карьера длилась 12 лет и считается одной из величайших в истории НФЛ. Когда проходишь через такие испытания, то думаешь, почему я не могу быть первым номером в драфте? Почему мне не дают возможность? Почему все складывается не так, как я надеялся? Но теперь, когда у меня все сложилось именно так, и я вижу Божье участие в моей жизни, я бы не стал ничего в ней менять. По словам Уорнера, тот факт, что он был благословлен вторым шансом, делает его идеальным ведущим реалити-шоу «Момент». Любому человеку нужно, чтобы кто-то проявил к нему участие и дал шанс исполнить свою мечту, а в большинстве случаев второй шанс, потому что жизнь уже успела увести его в другом направлении. Людям нужно дать понять, что нельзя сдаваться, никогда не поздно стать тем, кем вы всегда хотели быть. И я прекрасный тому пример. По словам Курта, тема второго шанса особенно близка тем из нас, кто служит Богу второго шанса. Я беру в руки Библию и вижу, что у всех ее героев была точно такая же история. Бог берет человека, которого все считают неподходящим и безнадежным, дает ему шанс и творит с ним удивительные дела. На это будет надеяться и каждый участник шоу «Момент». Ему будет дана возможность обучаться профессии своей мечты с экспертом-наставником, подготовиться к собеседованию и, возможно, получить работу всей своей жизни. Курт, что, как вы надеете, зрители смогут вынести из шоу «Момент»? Я надеюсь и молюсь о том, что, посмотрев это шоу, люди прозреют и поймут, какой может быть их жизнь, и больше не позволят чему-либо их сдерживать. И что они начнут действовать ради того, чтобы добиться желаемого в своей жизни. Это одно из самых вдохновляющих интервью, которые мне когда-либо доводилось брать. Здесь, в США, вы можете смотреть шоу «Момент» с Куртом Уорнером на канале USA Network по 4-х в 10 вечера. Не пропустите, а мы скоро вернемся. И в завершение сегодняшней программы скончался Джордж Беверли Шей, баритон, который участвовал во многих крусейдах Билли Грэма. За 60 лет Шей спел для более чем 200 миллионов человек. Часто перед проповедью Грэма он пел спокойный гимн, так как, по его словам, Билли любил начинать говорить в тишине. Грэм назвал Шея одним из самых скромных и добрых людей, которых я когда-либо знал, и одним из моих ближайших друзей. Я любил его как брата. Джорджу Беверли Шею было 104 года. Что ж, благодарим вас за внимание. Я прощаюсь с вами до следующей недели. От имени всех нас в мировых христианских новостях. Будьте благословенны. Выпуск подготовлен к показу ассоциаций Эммануил. Этот и другие выпуски вы можете посмотреть на сайте video.emmanuil.tv Субтитры создавал DimaTorzok